Ну, несколько слов о господине Бомарше, об этом истинном сыне галантного века. Но сын часовщика, он и начинал как часовщик, причем гений, он же гений во всем, был он совсем молодым, когда изобрел анкерный спуск. Но не в том дело, что часы стали ходить точнее, самое главное, они стали меньше, и женщины, эти царицы века, могли уже использовать их совсем как украшение. Ну, тут же ему заказывают часы, это всесильная фаворитка короля Мадам Помпадур, ну, путь в высшее общество открыт. Ну, и далее автор Фигаро, он всегда мечтал о дворянстве. Но сначала он покупает, тогда титулы уже продавались, это время начала рыночных отношений, время денег. Он покупает титул инспектора королевской трапезы. Эта должность дает ему право носить шпагу. Ну, а потом уже должность судьи в королевских угодьях, и он дворянин. Ну, только, наверное, человек, всю жизнь мечтавший о дворянстве, так мог потом осмеять дворянство. И все хорошо, но у него беда, он умен. Вот это горе от ума, она же во всех странах и во все века. И большой ум, это не значит долгая большая удача. Его оклеветали, начинается суд, его сарказм, естественно, раздражает. Его приговаривают к так называемому публичному шельмованию. Он лишен всех прав, он лишен состояния. Ну, что делает человек, у которого нет ничего тогда? Он, как пишет по марше, начинает заниматься политической деятельностью. А точнее, король отправляет его скупать компромат. Ну, Людовик XV, конец его царствования, он уже слабел. Он впадал в некий старческий баразм. И как только он начал впадать в этот баразм и слабеть, появились волны компромата. Все эти пасквили и памфлеты, они направлялись во Францию из этой враждебной Англии. Причем это был, ну, памфлеты и пасквили о каких-нибудь скучных политиках. Это был компромат о женщинах, которые, естественно, читали. Точнее, о похождениях одной прекрасной женщины, фаворитки короля Мадам Дюбари. Поэтому он пользовался большим успехом. И Бомарше, он должен был перекрыть пути этому компромату из Англии. То бишь, заплатить авторам за их молчание. И он отправляется в Лондон. Здесь происходит одна встреча его с другим истинным сыном века. Это кавалер Деон. Когда кавалер умрет, врачи, ну, буквально набросятся на его тело. Все дело в том, что в течение целого столетия вот кавалер этот дурачил свой век. Никто не знал, мужчина он или женщина. Но в 1777 году в Версале он был капитан, драгунский капитан. Он появился в этом блестящем мундире драгунского капитана. А на следующий день он появился в платье, в великолепном платье. И представился уже девицей, девицей Деон. Он был томен, он был нежен. Но впоследствии, когда вот эти врачи получили доступ к этому зловещему телу, выяснилось банальное. Он был мужчиной и попросту дурачил свой век. Почему? Это тоже была такая галантная разгадка. Он был участником во множестве интриг и во множестве темных дел. Но тайная полиция тогда, она не убивала женщин. Кроме того, все обиженные, ну никак не могли вызвать его на дуэль, потому что они не знали, кто он. И боялись попасть в смешное положение. Где же вызывать на дуэль с женщинами? Так что он дожил до своей естественной смерти. В это время этот двойной человек немножко шалил. Он попытался стать двойным агентом. Он был агентством Англии и сразу и Франции. Так что Бомарше надлежало направить его на путь истинный, и деньгами он все это сделал. Он ожидал благодарности и возвращения прав от Людовика XV. Но вот умным людям не очень везет. Людовик XV именно в этот момент умирает. Но на престол вступает Людовик XVI. И мы помним все эти проблемы стрелы и колчена, которые волновали Францию. Готовится уже новый поток компромата. И Бомарше объявляет Людовику XVI, что у него есть очень точные сведения о том, что готовится вот это зловещее предуведомление, где все тайны королевского Алькова описаны и очень талантливо. Поэтому король направляет его купить этот паспель. И главное, деньгами заткнуть рот этому ужасному автору, фамилия которого Анжелуч. И дальше все описано самим Бомарше, как он преследует этого Анжелуча, как Анжелуч его обманывает, как в лесу на него нападают разбойники, и как он истерзанный, усталый прибывает к Венскому двору, ко двору матери Антуанетты. И он повествует у него встречи с Марией Терезией. И он повествует ей о всех своих приключениях, о всех своих подвигах, и, главное, достижениях, потому что он выкупил этот паспель. Но здесь была одна беда. Вот этот австрийский двор, он не был столь блестящим, как французский, но был очень недоверчивым. И поэтому Мария Терезия сразу спрашивает его, а чего он так преисполнен любви к ее дочери Марии Антуанетте? Тот все это объясняет, но не верит. Ей и канцлеру ее Кауницу кажется, что они слушают просто очередную пьесу господина Бомарше, и что сам паспель тоже написан им. Поэтому некоторое время ему приходится отдохнуть в австрийской тюрьме, откуда его освобождает Людовик XVI, потому что он, во след нашему поэту, он верит, что гений и злодейство – две вещи несовместные. Пока будем верить и мы, потому что подробнее о всех этих злоключениях его в Австрии, и самое главное – о его касательстве к нашему следующему рассказу о деле с ожерельем королевы, все это подробнее я расскажу в книге своей будущей. А пока дело об ожерелье королевы. Ну, наверное, если бы не было вот этого дела об ожерелье королевы, было бы все равно какое-нибудь другое. Это бывают вот такие эпохи, когда начинается власть денег в стране, которая ее не знала так, и когда начинается вот эта вся пена, в которой рождаются вот эти все великие авантюристы – Калиостро, Мессмер, Кавалер де Ион тот же. Это их время, когда вот это позорно ничего не знача быть притчей на устах у всех, когда они входят во власть. И еще был такой другой момент. Вот эти волны памфлетов, этого галантного компромата, все эти пасквели, они совершили вот то, что должны были совершить, ибо уже не было грязи, которую не бросили бы в лицо власти. И теперь уже никто не верил ничему, и все верили всему. И поэтому вот в это время она и должна была начать действовать. Она – это была одна из блистательных авантюристок того времени, госпожа де Лямот. Впоследствии Сансон, палач, который будет ее клеймить и увидит ее очень близко, ближе уж некуда, он попытается описать ее лицо, причем он описывает, он пишет, о красивой, ну что же в ней было такое, что сводило всех с ума? Ну, рот чувственный, да, ну слишком большой, ну нос, ну тоже слишком большой, волосы, ну, конечно, прекрасные волосы, это нежная кожа, он ищет определение и не может найти, мы поможем палачу, конечно. Она не была красива, она была больше, она была обольстительна, она была из того же галантного века, она была из тех же суперзвезд этого века, как Мария Антуанетта, звезда Рококо. И для интриги, ну что нужно для интриги, для интриги нужна авантюристка и нужен простак. Простаки были всюду, в этот век их множество. Человеческая глупость – это капитал, который беспределенный, она его находит, это кардинал Роган. У него есть все для роли, которую она его предназначила. Это такой красавчик-монсеньор, такой арамист, только без его ума. Он знатен, это родственник всех знаменитых фамилий Франции. Но у него одна беда, у него беда – его не любит королева. А уже в то время, вот как впоследствии при нашем дворе последнем, уже сложился тот же самый кружок – наши и не наши. Наши – это те, кто вокруг королевы. От наших вот истекают все эти милости. Из этого кружка королевы рождаются назначения министров. И кардинал не понимает, почему он не может попасть в число наших. И вот такая же чехарда премьер-министров, как у нас в 16-м году. И он хочет стать тоже главой правительства Франции. И Ламот предлагает ему все это. Оказывается, она ближайшая подруга Марии Антуанетты. И она ему это доказывает. И дальше начинается пьеса, которую уже строит она, и которой совершенно должен был бы позавидовать Бомарше. Она устраивает ему свидание с самой Марией Антуанеттой в ночи. Ну, просто как в Женю Де Фигару. И точно так же приходит, ну, естественно, не Мария Антуанетта, а какая-то модиска, которая играет ее роль. И все, все. Потому что пьесы Бомарше – это не выдумка. Это не плод этой безумной фантазии. Это быт. Это обыденный быт этого галантного века. Он поверил. И начинается второе действие. Есть знаменитое ожерелье. Это ожерелье, оно единственное в мире. Работали все знаменитые французские ювелиры. Но, объясняет Далямот, Мария Антуанетта не смеет его купить. Она уже успела разорить этот несчастный французский бюджет. Поэтому нужно подставное лицо. Ну, кто же, как не он, кардинал, теперь уже готовящийся стать ближайшим другом, Мария Антуанетта, сможет это сделать? Надо стать посредником в этом деле. А впоследствии, конечно, Антуанетта выдает деньги у этого несчастного короля. И Роган забирает это ожерелье. Первый взнос назначен всего через 4 месяца. У Лямот – масса времени. Она забирает ожерелье, чтобы передать королеве. И тут же отправляет его в Лондон. И спокойно готовится отбыть в Лондон. Но, к сожалению, к сожалению, вот ювелиры, они не так доверчивы, как кардиналы. И поэтому во время репетиции сивильского цирюльника, когда она, Мария Антуанетта, была в костюме еще розиной, к ней приходит один из ювелиров, чтобы узнать, действительно ли она хочет это ожерелье. Потому что у кардинала-то денег нет, и они боятся. И все выясняется. Она в ярости. Она уже устала от этих памплетов и пасхает. Она требует мести. Она вызывает короля и просит его арестовать кардинала. Король все понимает. Что арестовать никакого кардинала нельзя. Что кардинал сам пал жертвой вот этой интриги. К тому же он кардинал, поэтому неизвестно, подлежит ли он вообще юрисдикции короля, и что скажет папа. Но как и у нас, как и у нас при последней династии, вот этот энтузиазм, эта справедливая ярость Марии Антуанетты, она заставляет его действовать безумно. Ведь она никогда не хотела быть деспотом для самой себя. Она ведь не может сдержать свои страсти. И он арестовывает кардинала. Причем арестовывает его не просто. Он арестовывает его, когда тот готовится к мессе. Когда он в облачении. И это становится концом. Начинается этот суд. И имя королевы его треплют в этом суде. Треплют вместе с именами вот всех этих проходимцев и авантюристов. Ну, как в нашей думе трепали имя нашей последней царицы вместе с именами этих всех людей из окружения Распутина. Там Андроникова, Симоновича, самого Распутина. Это имя становится притчевоязыцем. И вся нация ждет оправдания кардинала. Не потому, что они любят кардинал, потому что они уже ненавидят эту женщину. И наступает этот день приговором. И вот эти судьи идут сквозь строй. Они выстраиваются. Все эти родственники кардинала. Все эти знаменитые французские фамилии с убийцей. Герцоги Лотаринские. И судьи идут сквозь строй этих молчаливых и мрачных лиц. И они оправдывают кардинала. Ну, а виновный объявляют это Далямот. И тут же поток памфлетов, поток пасквилей. И нация услышала то, что она хотела услышать. Далямот невинно. Конечно, все это королева. Конечно, она хотела заплатить телом кардиналу за эту драгоценность. Она, эта австриячка, это повторяется всюду. Вот Далямот заклеймит палач Сансон. Клеймить его будут во дворе консежери. В той самой тюрьме, где будет сидеть Мария Антуанетта. На том самом дворе, который она увидит из своей камеры. А далее, а далее двери тюрьмы откроют какие-то могущественные силы. И Далямот сбежит из самой охраняемой тюрьмы Франции. Для того, чтобы объявить всему миру. Виновна, виновна Мария Антуанетта. Так закончился этот пролог к революции. Престиж династии более не существовал. Ну, а потом началось уже первое действие, которое наблюдал из окон своего дома автор Фидер. К тому времени он был уже автор Жениха Фигаро, Севильского цирюльника, этот преуспевающий богач. И он осуществил, ну, и такая вечная мечта не очень богатых литераторов. Она была и у Гюго, и в Бальзако построить огромный дом. И он построил этот свой огромный дом, точнее дворец. Там было 200 окон по фасаду. И вот из этих 200 окон, которые глядели на Бастилию, многочисленные гости Бомарше смотрели на это феерическое зрелище, как его Фигаро штурмовал Бастилию, героически штурмовал Бастилию. Правда, Бастилию охраняли всего там несколько инвалидов во главе с комендантом. Но они взяли Бастилию. И какое это было счастье, какая это была радость. Правда, в тюрьме, вот этой главной тюрьме тирании оказалось всего 6 заключенных. Неважно, неважно, скоро, скоро господин Бомарше увидит новые подвиги Фигаро. Он увидит, как тысячи людей ворвутся в его дом, в его дворец и разгромят там все. А сам он чудом спасется через подземный ход. Он увидит, как вместо одной этой тюрьмы тирании возникнут множество тюрем. Тюрьмы будут во дворцах, тюрьмы будут в аббатствах. И в одной из тюрем окажется он. И он увидит, он встретится с этим кумиром Фигаро, этим безумцем, горбоносом Маратом. И только чудо тогда спасет автора Фигара от гильотины. Но это все потом. А сейчас наступили вот эти каникулы революции, время нежной революции. У стен полуразрушенной Бастилии открылись маленькие кафе. Все щеголище-голихи, это было модно, направились к этим полуразрушенным стенам. А сверху уже сбрасывали камни, уничтожая стены этой древней тюрьмы. Ну а дальше, дальше наступило то, что мы отлично знаем. В 1917 году, после отречения Николая, поезд с отрекшимся императором подъехал к платформе. И, как писал очевидец, свита бегом бежала по платформе. Вот так и здесь, и десяти дней не прошло, как из дворца Мария Антуанетта, из этого очаровательного трианона начали быстро исчезать все наши. Ну, первое, конечно, Жули, ближайшая подруга, Жули Полиньяк, эта женщина с фиалковыми глазами. «Печальное слово «прощай», – писала Мария Антуанетта, – не приходится произнести. А что же касается вот этого Лозена, этого галантного влюбленного в Марию Антуанетту, он уже вместе с оппозицией, впоследствии он будет генералом конвента, его уже тоже нет в Трианоне. «Каждую ночь из Версалия отъезжают эти кареты, и скоро в опустевшем Версалия останется только он один, граф Ферзен. До конца он будет рядом с нею». Вот в это время происходит самое удивительное, происходит... Вот ее мать, она всегда писала ей, «Когда же, наконец, ты станешь сама собой?» И вот сейчас, когда уже все потеряно, когда уже создан вот этот ее образ австрийского отродья, ненавистные шлюки, она решает стать сама собой. В ней появляется какая-то невероятная энергия. Вот так, которая появилась у нашей царицы в 16-м году, когда она начинает беседовать с министрами, назначать. Здесь все то же самое. Она вызывает министров. Людовик, у него вот то же чувство, что у последнего царя предопределенности. Он отстраняется, он как бы ждет неизбежного. А действует она, научится тайнописи, шифрованию. И впоследствии Миробо скажет правду. Единственный мужчина в королевской семье – это Мария Антуанетта. Она написала в это время, какое несчастье, все, к чему я прикасаюсь, это гибель, это рок. Еще она написала, счастье для нас уже невозможно, мы о нем и не думаем. Но долг короля – уметь страдать за свой народ, и мы выполним этот долг. Она готовится, она чувствует опасность близко. Чувствует это и оппозиция, вот эту ее энергию. Наша февральская революция, она началась с голода, который возник в Петрограде, не было хлеба в булочных. И все то же. В Париже начинается голод. Паскать, он очень быстро прекратится. А потом, а потом, это была настоящая оппозиция галантного века, а потом они устраивают великое представление. Чья-то рука, как напишет потом историк, рука в перснях ударила в барабан. И вот эти шесть тысяч библейских юдифий, как назовет их потом Камил Демулян, шесть тысяч голодных женщин пошли походом на Версаль. Это была уже глубокая осень, дул ветер, было очень холодно. Это надо представить, как они шли. Они шли, содрав юбки и покрыв ими голову. Правда, под юбками у многих почему-то оказывались очень волосатые ноги, потому что в этой толпе женщин было много переодетых мужчин. Но все было срепетировано правильно. Это был галантный поход. Все было точно рассчитано. Но не могут же французские солдаты, которые знают, что женщинам можно ударить только цветком. Не могут же они стрелять женщин. Не сможет и король. И они дошли до Версаля. Им открыли двери. И состоялась эта встреча короля с представителями дам. Король был галантен. Видимо, говоря его фразой, ему показалось, что французский народ вспомнил свой счастливый характер, потому что восторг женщин был невероятный. Она даже упала в оборок при виде галантности короля. И все было замечательно. Было обещано, что мука из подвалов Версаля отправится в Париж. И все спокойно уснули. Но режиссеры, те, которые были в Париже, эти великие режиссеры, потому что революция всегда театральна, они знали продолжение спектакля. И пока, когда все мирно почивали, кто-то провел вот этих вошедших во дворец через самые тайные входы, которые никто должен был не знать. И вся толпа посреди ночи очутилась вот внутри дворца. Они бросились к покоям королевы. Три гвардейца пытались преградить им путь с криком «Спасайте королеву!» Но это были не женские руки, которые моментально отрубили им головы. И потом они уже качались на пиках, которые дворцом. Она спаслась. Это несчастный Антон, это в покое короля. И дальше наступило самое для нее страшное. И самое для нее необычное. И ей пришлось стать деспотом для самой себя. Толпа потребовала, чтобы она вышла на балкон. И эта гордая женщина должна была вытерпеть это унижение перед этой орущей толпой пришедших из Парижа торговок. Она вышла на этот балкон. Он есть до сих пор в Версале. Она вышла вместе с детьми. И наступила эта великая пауза. Никто не знал, чем закончится. Не знала ли и она, глядя на эту ненавистную толпу. Все спал с Лафайет. Лафайет, маркиз Лафайет, он был командир национальной гвардии, революционной национальной гвардии. И он уже был так же бессилен перед толпой, ну, как вожди нашей февральской революции, перед той толпой. Но он сделал тот единственный жест, который надо было сделать. Он сделал балантный жест. Он поцеловал руку королевы. И в этой революционной толпе было много мужчин. И они вдруг вспомнили, что перед ними женщина и перед ними королева. И они закричали то, что и должны были закричать. «Да здравствует королева!» Так она в последний раз услышала этот крик. Но еще громче, как эхо, они продолжали кричать «Короля в Париж! Короля в Париж!» И дальше состоялось, наутро состоялось. Это было же... Это было такое же светлое и солнечное утро, ну, как у нас на следующий день после отречения царя, когда царица писала «Какое солнце за окном!» И вот в это солнечное утро эта карета, которая уже казалась огромной колымагой, везла в Париж королевскую семью. А сзади, на лафетах, сидели эти женщины, эти победившие женщины и орали «Мы везем в Париж пекаря, пекариху и пекаренка!» И они накормят город! Во дворце в Тюлери, этом заброшенном еще со времен Ледовика XIV дворце, куда их привезли, они уже были пленниками. Но дворец этот сверкал среди этого моря революции, горели эти парадные покои, а вокруг, а вокруг шло то, что в России было в феврале 1917 года. Нежная революция! Боже мой, как они все были счастливы! Маркиз Кондерсе, Маркиз Лафаэт, граф Миробо, и, конечно, этот герцог орлеанский, принц крови, который скоро будет голосовать за смерть короля, которого звали герцог Эгалите, герцог равенства, и толпа носила его бюсты в лавровых венках. Они сумели перевернуть эту утлую лодку этой жалкой монархии. В Париже шло вот это бесконечное гуляние, гуляние свободы, каникулы революции. По улице бежали люди, бежали кричать аристократов на фонарь, а потом бежали в оперу Булф, бежали в публичный дом, а потом бежали в революционный клуб. Эти клубы, они плодились, как грибы, над одной улицей шел этот человек в этом камзоле со шпагой на боку в напудренном парике, а рядом с ним спешил кто-то коротко стриженный в американском галстуке. Все смешалось, аббаты поснимали сутаны. И в своей карете одна из первых красавиц Парижа госпожа Бюфон ждала своего любовника принца Орлеанского, который возвращался после огненной речи против монархии из Поля-Рояля. Скоро, скоро от всех этих туалетов, от всего этого многообразия останутся одни нищие куртки санкелотов, потому что за всеми этими счастливыми аристократами уже следили глаза законных детей революции, глаза Марата, глаза всех этих провинциальных адвокатов, которые хотели двигать вперед революцию, двигать ее крови. И скоро, скоро генерал революции, бывший кавалер Мария Антонетта, принц Лозен в красной рубашке, с завязанными назад руками поедет на гильотину, туда же отправится маркиз кандарсе, генерал Лафаэт чудом спасется, убежит, труп миробо будет выкинут из пантеона в огребную яму, и принц Орлеанский, любимец толпы, взойдет на гильотину под свист этой толпы, а вначале его остановят перед его когда-то великолепным дворцом, чтобы он видел надпись на этом дворце «Общественная собственность». Революция согласилась взять и их предательство, или их убеждение, или их заблуждение, а потом потребовала и головы, потому что это был закон революции, который они не знали, но который точно сформулировал основатель революционного трибунала Дантон, который сказал, мы будем их убивать, мы будем убивать этих священников, мы будем убивать этих аристократов не потому, что они виновны, а потому, что им нет места в грядущем, в будущем. Он не знал слово «светлое будущее», но его потом добавят, дословно повторят слова Дантона и Красного террора в 18-м году. Дантон был прав, это был закон революции, но он не знал еще один ее закон, который сформулирует тоже великий революционер, правда, слишком поздно, совсем недалеко от эшафота, он выкрикнет эти слова, революция оказывается, как бог Сатурн пожирает и законных своих детей, берегитесь, сказал он, боги жаждут, и скоро, скоро в этой телеге папаши Сансона они все поедут на казнь, и отец революционного трибунала Дантон, приговоренный к смерти тем же трибуналом, и Робеспьер, и Сан-Жуст, все, всех пожрет революция. Ну, а тогда, тогда еще она жила в Тюллери, Мария Антуанетта, и поняла скоро, что единственный выход для них это бегство. 21 июня 1791 года, как написал в своем отчете русский посол Симолин, ему пришлось проснуться рано, по улицам шли патрули, кремели барабаны, шел сбор национальной гвардии, и к нему на квартиру пришел совершенно обезумевший посланец министра Монморена, и стал спрашивать Симолина о каком-то паспорте, который он просил когда-то для русской баронессы Корп. Симолин вспомнил, русская баронесса Корп действительно обратилась к нему за паспортом, но потом с ней случилось несчастье. Оказывается, когда она собиралась и бросала бумаги в камин, она в камин случайно бросила и все свои паспорта, и поэтому ему пришлось обратиться к министру Монморену снова за дубликатом, за вторым паспортом, и все в порядке. Баронесса Корп уже отбыла из Парижа, и посланец Монморена объяснил, что все действительно в порядке, баронесса Корп действительно отбыла из Парижа, но по второму паспорту из Парижа ночью бежала вся королевская семья. Так началось это бегство в галантном веке. Абсолютно неправдоподобное бегство, но, наверное, самое неправдоподобное из того, что мы сейчас будем рассказывать, что все это была правда. КОНЕЦ КОНЕЦ Все-таки какой очаровательный век. Вот целый город, серьезные люди, весь Париж охранял эту королевскую семью в Тюльри. И один влюбленный человек все победил, все организовал. Причем это было действительно невозможно. Во-первых, нужны были самые главные деньги. А, как известно, опальным королям деньги не дают. И никто в Париже не давал им деньги. Более того, за границей родственники денег не дали. Но он нашел. Конечно, деньги дала русская. Он нашел безумную русскую бородесу Корфу. Это была вдова русского офицера, погибшего в битве при Бендерах лет 20 назад. И вот она тогда же переехала в Париж и с матерью 20 лет жила в Париже. Граф Ферзен ее знал и он уговорил ее помочь этим покинутым, брошенным людям. И она, естественно, порыв души согласилась. Она отдала ему все свое состояние и состояние матери. Это были, у них были деньги, она была дочь банкира. После того, как деньги были найдены, начались причуды короля. Выяснилось, что король решил соответствовать этикету даже при бегстве. Во-первых, семью королевскую он отказался разъединить. Все было ясно, что надо их везти в двух колясках, что везти в одной карете всю семью, которую знают, это опасно. Он хотел только ехать со всей семьей. Более того, выяснилось, что он хочет ехать с сестрой Елизаветой, но тут же выяснилось, что он не может не посадить в карету воспитательницу детей герцогиню де Турзель, потому что согласно этикету она не может расставаться с детьми Франции, как назывались королевские дети. Короче, нужен был какой-то огромный берлин, дилижанс, и Ферзен достал этот дилижанс. Ну а после этого он организовал, ну это была же целая пьеса, уход короля из тюльри. Сначала король сделал вид, что он отправляется ко сну. Камердинер, это было древнее обычай, он привязывал шнур к руке, и другой конец шнура находился за пологом у короля. Спустив полог в ночной рубашке, король Франции, потомок Людовика Святого, приподнял задний полог и сполз в этой рубашке, и через потайную дверь бежал для того, чтобы переодеться. Мария Антуанетта в платье воспитательницы детей Баронессы Корф уже стояла у площади Крузель, где чуть не сбила карета. Это был Лафайет, который инспектировал каждую ночь дворец, не убежала ли семья. Ну а после этого и началось бегство, причем как оно было потрясающе подготовлено. Дальше Ферзен еще совершил невозможное. Он нашел генерала, который остался предат королевской семье. Это был только один странный маркиз Буае. И он с ним договорился обо всем. Эти письма, которые летали между Буае, который стоял с полком у границы и Ферзеном. По минутам было все выверено. Все подразделения были разбросаны по всему пути следования кареты. Одни должны были встречать и экскортировать. Другие должны были отрезать курьеров национального собрания, которые будут направлены из Парижа вслед беглецам. Все, все было придумано. Более того, было решено, что если все-таки карету задержат, Буае от границы с этим отрядом немецких солдат целый полк был у него, освободит короля. Все было продумано. И так удивительно, я читал показания всех этих участников бегства, это как повесть о Кутагаве. Каждый по-своему объясняет причину неудачи, потому что понять ее никто не может. Цвейк потом будет рассуждать, он решил, что во всем виноват король, ну действительно, ну что же ехать в одной карете, да еще с исчезными припасами, да еще я видел этот багаж, этот СССР Мария Антуанетта, он в Лувре, это как сама карета, это гигантский кованый сундук, где все эти притирания, все это, для этого нужно же восемь лошадей, и нужно их все время перепрягать, это невозможно. Цвейк не прав, не прав, они же все-таки доехали, почти до границы, оставалось 15 лье, Цвейк не прав, потому что он не пережил нашу революцию, все было так же, все эти подразделения, которые должны были встречать, это революция, свобода, дисциплина ушла, одни драгуны перепелись, другие отказались участвовать, перешли на сторону народа, был полный разброд, это одно, и все-таки, и все-таки карета доехала до Варена, и хотя вот этот юный патчмейстер Друэ, он сумел поднять тревогу, и эти молодые юнцы сумели задержать карету, и несмотря на документы баронессы Корф, заставить эту несчастную королевскую семью переночевать на постоялом дворе, пока выяснится, как бы мы бы сказали, их личности. В общем, двор этот постоял совершенно очаровательно назывался, история обожает иронию, великий монарх назывался двор, где будет ночевать этот безвластный король, как станция дно называлась станция, где отречется наш последний император. И все-таки вот на этом постоялом дворе произошло, произошло, произошло то, что ожидалось отряд гусар, 30 человек во главе с верным герцогом Шуазелем, верным королевской семье, пробился к этому постоялому двору. И он предлагает герцог Шуазель им семь лошадей, чтобы они бежали. Король прекрасный всадник, он же великолепный охотник, Мария Антуанетта великолепная наездница, 23 гусара будут их экскортировать, бежать. И вот тут это главная причина. Старая власть, старая власть сюда неподвижна, она традиционна, она не может следовать этим, как революция, авантюрам, она спокойна слишком. И он отказывается, король, он предпочитает ждать, ведь Буае должен прийти, к нему уже посланы два офицера, у них целых восемь часов сна, а расстояние два с половиной часа до Буае, и значит, он придет на рассвете, их освободит, сейчас ночь, национальные гвардейцы спят. четыре с половиной часа почему-то будут ехать эти офицеры, потом Буае будет собирать свой полк, потом они будут седлать лошадей, старый режим нетороплив, и они приедут, они приедут, когда уже короля не будет в арене, когда королевскую семью повезут обратно в Париж, и все-таки Буае верит, что не все кончено, у него же целый полк, он может форсировать реку, потому что мост уже разрушен революционерами, но не может, потому что оказывается ночью революция не спит, за ночь измельца и седана с развернутыми знаменами и пушками пришли тысячи национальных гвардейцев, весь город заполнен, и как всегда солдаты начинают роптать, и Буае отправляется обратно, а в это время их везли в Париж, сутки они добирались до Варена, трое суток они будут под раскаленным этим июньским солнцем, через эти городки, которые будут издеваться над ними и кричать, это и австрийская шлюха, они ехали в Париж, последние слова, которые услышал герцог Швазель, когда помогал ей сесть в эту карету, были месье Ферзен вне опасности, не знаете ли вы, месье Ферзен был вне опасности, он пересек страницу, но и далее, когда король прочел указ национального собрания о их возвращении немедленном в Париж, он сказал справедливо, во Франции больше нет короля, короля больше не было, они жили в Тюлери по-прежнему, теперь уже за двойной охраной, и осталась у нее одна надежда, все тот же Ферзен, хотя все это время она пишет ему, не появляйтесь в Париже, не вздумайте навестить нас, все знают, что это вы помогли нам покинуть это страшное место, и опять пишет, не приезжайте к нам, но посылает ему кольцо, и на кольце это и лилии и надпись, трус, кто покинет ее, так что граф с улыбкой должен был понять, что исходя из этой надписи, единственный храбрец во Франции это он, потому что более вокруг никого не было, она все пишет ему эти письма, я хочу сказать вам, что я вас люблю, но даже на это у меня уже нет времени, напишите через кого посылать письма, потому что я уже не могу жить без ваших письм, прощайте, мой самый любящий и мой самый любимый человек на земле, я обнимаю вас, и опять она просит, не приезжайте, но он понимает, и он начинает, он начинает снова устраивать им побег, он договаривается с Густавом, со шведским королем, он разрабатывает еще один тот же фантастический план в том же духе пьесы Бомарше, как кто-то подъедет во время охоты, как бы, как их будут перевозить через море, пьесы, ну а далее в парике с чужими документами он появляется в Париже, и дальше надпись в его дневнике «Пошел в Тюлери обычным путем опасность национальной гвардии». Да, у него, видимо, был ключ от покоев королевы. «Ее покои», продолжает он писать, «прекрасны». И дальше несколько слов, которые вычеркнуты, но их прочтут. Слова эти «Остался там». Следующая надпись о встрече с королем «Через 24 часа». Через 24 часа он увидит короля. 24 часа он будет в ее покоях. Он хотел вычеркнуть эту фразу, и мы вычеркнем и опустим с занавес. Через 24 часа он увидел короля и записал то, что сказал ему король. Король отказался бежать, потому что он честный человек. Честный человек, потому что он дал обещание национальному собранию не бежать. И еще король сказал ему «Меня обвиняют в том, что я слаб и нерешителен, но никто из них никогда не был в моем положении. Весь мир бросил меня на произвол судьбы». А, через много лет другой царь, наш царь, напишет кругом измена, трусость и обман продолжения этой фразы. А потом они прощались. Этот рыцарский роман века закончился. Граф Ферзен ушел навсегда. Он уже и швец, и все это наблюдал. Наблюдал, как толпа будет штурмовать Тюльри, как ее отвезут в Тамполь, как казнят короля, и как придет ее очередь, отправят ее в тюрьму, из которой через восемь месяцев после казни мужа, и она отправится на гильотину. Сансон описал палач, как он пришел в канцежири. Она уже сама стригла волосы, на голове у нее был белый чапец с черными лентами, и она сказала, я уже готова, мы можем ехать, господа. И когда Сансон вывел ее во двор, и она увидела вот эту самую позорную телегу, она ведь ожидала экипажа, она не знала, что революция демократична, она уже всех уравняла в правах, и королева Франции, и будущие гильотинированные великие революционеры Робеспьер и Дантон, все они поедут в одной, той же телеге. Они ехали по этим улицам, толпа кричала австрийская шлюха, кто-то прорвался к телеге и сунул ей кулак в лицо, остался рисунок Давида, он сидел у кафе на улице Сент-Анаре, кафе это есть до сих пор, и он ее зарисовал, мгновенная зарисовка, это прямая спина, это гордо откинутая голова, хотя телега качалась, спина была прямая, и это лицо старухи, в которую революция превратила лицо этой самой красивой женщины в Европе. А потом они подъехали к эшафоту, галантный Сансон подал ей руку, чтобы она поднялась на эшафот, но она сказала, у меня хватит сил сделать это самой, и как на балу в Версале она взбежала на этот эшафот. После нее в тюрьме осталось ее письмо, она писала Елизавете, так звали сестру короля, это была очень набожная и чистая женщина, она писала 4.15 утра, сестра, меня только что приговорили к смерти, но смерть позорна только для преступников, а меня не приговорили к свиданию с вашим братом. пусть мой сын никогда не забывает последних слов своего отца, которые я не устаю горячо повторять ему, никогда не мстить за нашу смерть. это дословно потом повторит великая княжна Ольга в 18-м году, государь просил не мстить за него, он всех простил, и далее Мария Антонетта писала, я прощаю всех причинивших мне зло, и я прошу у Господа прощения за все грехи, которые я совершила со дня рождения своего, и надеюсь, он услышит мою молитву. И в конце она написала, у меня были друзья, и мысль, что я навсегда разлучаюсь с ними, и что эта разлука принесет им горе, является одной из самых больших огорчений моих земных, которые я и уношу с собой в могилу. Так она простилась с графом. Когда Сансон отрубил ей голову и показал ее толпе, то мускулы сократились, это бывает очень редко, и поднялись веки, и мертвая голова взглянула на эту радостно кричащую, гогочащую толпу. После нее платье отдали в богадельню, тело ее бросили в гроб, голову поместили в ногах, залили известью, ну, как тела нашей царской семьи, и этот безымянный гроб бросили в безымянную могилу, где его будут искать, долго искать, ну, как мы ищем тела нашей царской семьи. остался лишь эшафот с залитой ее кровью, два жандарма, и эшафот был пустой, эшафот ждал тех, кто отправил на смерть своего короля и свою королеву. Как интересно, как интересно, вот, и король, и королева, неприученные к страданиям, они так величаво приняли эту свою смерть, а ведь многие из этих стойких революционеров на гильотине будут вести себя совсем по-другому. Вот гибер, этот знаменитый стойкий революционер, этот один из главных обвинителей Марии Антуанетты, который посмел обвинить ее в прелюбодеянии собственным сыном, смел, как он был во время процесса, и как он будет обнимать ноги палача, бессмысленно прося, жалко прося, сохранить ему жизнь почти теми же словами, как обнимал ноги своих палачей наш великий революционер Григорий Зиновьев. Ну, а далее граф Ферзен продолжал жить, точнее, существовать. Все это время он тщетно просил по всем европейским дворам вернуть деньги этой несчастной баронессе корв. Деньги ей так и не вернули и наградили ее, как писал граф Ферзен, нищетой за преданность государям. Продолжал он ездить по этим европейским дворам и все пытался поднять королей против революционной Франции, чтобы отомстить этой варварской толпе, но, как он говорил, одни могли да не хотели, другие хотели да не могли. А в конце жизни он стал очень могущественным. Он маршал Швеции, приближенный к королю. И все время, всю жизнь он помнил об этом страшном 20 июня, когда он не сумел спасти свою королеву. И очередное 20 июня случилось в 1810 году. И это был вдвойне печальный день, потому что умер наследник шведского престола. И готовились похороны, и друзья сообщили Ферзену, что враги придумали, они распространили слух, что это он отравил наследника, чтобы осуществить эту свою постоянную безумную мечту, стать королем Швеции, и начать эту войну против этой проклятой Франции. И он подумал, видимо, что лучшего способа избавиться от этой постылой жизни у него видно не будет. Там за окном была та же кричащая толпа, та самая, которая тогда, в то 20 июня окружила ее карету. И он вышел к этой толпе и сел в карету, и толпа выволокла его из кареты, и они размозжили ему голову булыжниками на мостовой. Так смерть от толпы его и ее обручила за гробом этих двоих. Вот тогда окончился этот роман века. А наш Бомарше, он дожил до 1799 года, он все видел, он видел все проделки своего любимого фигуру, и у него была очаровательная фраза, я много страдал при прошлом режиме, но все, что я претерпел, является детскими шалостями по сравнению с гнусностями, которые я терпел от министров нынешних. Ну, а потом Фигара устал от революции, и он увидел, как толпа сбрасывала памятники великим революционерам, как когда-то сбрасывала памятники великим королям. и в 1799 году майским утром к нему пришли сказать «С добрым утром, господин Бомарше!» Он был уже мертв. Говорят, он улыбался. Ну, наверное, так вот иронично должен уходить из жизни литератор. Вообще ирония к смерти это свойственно отдельным писателям. есть очаровательная надпись в петербургском некрополе она. Ее составил книгопродавец некий еще, когда он был жив для своей могилы, прохожий бодрыми шагами. И я бродил здесь меж гробами, читая надписи вокруг, как ты мою теперь читаешь. Намек ты этот понимаешь? Так до свидания, милый друг. Вот, наверное, с этим панибратским отношением к смерти жил также прославленный писатель французский Шатебриан, этот романтик, вождь романтиков. Читайте о нем и у Пушкина. И вот этот господин Шатебриан и позволит нам подвести некоторые итоги к сказанному. Дело в том, что уже склоняясь к закату, сей Шатебриан решил писать замогильные записки, так он назвал свое повествование. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, господин Шатебриан посетил сей мир во все его роковые минуты. Этот потомок знаменитого рода Шатебрианов был представлен ко двору Людовика XVI. Он видел этот великолепный двор, Трианон. Режим казался вечным и никогда так не был близок к гибели. Потом он увидел уже революцию, взятие Бастилии, где кончила свои дни королевская власть. А потом он увидел то, что мы уже видели. Он увидел, как вот этот гуляющий род человеческий запросил узду. И как наш поэт в 18 году писал «Вчерашний раб усталый от свободы, возробщит требуя цепей». И как явилась эта новая тирания, это была тирания уже плебейская, как писал Шатебриан, которая была во сто крат страшнее, тирании королевской, потому что чувство собственного достоинства, потому что право на собственное мнение имел один тогда человек во Франции, Наполеон. И он увидел, как вчерашние революционеры покупали дома в Сен-Жарменском предместе. Он увидел, как люди, которые отринулись с презрением все титулы, в революцию умоляли, присмыкались, чтобы получить от этого нового тирана какой-то титул. Он увидел, как потомки этих жертв братались со своими палачами. Все это он увидел, но он увидел и конец этой комедии. Он увидел крах Наполеона, он увидел, как приблизился Александр с войском, эти казаки, австрийский император, англичане к Парижу. И тогда его соседи революционеры бросились в бельевую госпожи Шотебриан просить белые простыни, чтобы намалевать до них королевские лилии. Но, как писал Шотебриан, госпожа Шотебриан с честью отстояла свою бельевую, но тысячи флагов с белыми королевскими лилиями висели на парижских домах. И, отметил, Шотебриан, должно быть казаки, и Александр очень удивлялись количеству монархистов в этой революционной Франции. А потом он увидел, кто оказался ближе всех к королевскому двору, который вернулся во Франции, кто был самыми доверенными министрами Людовика XVIII, цареубийца Фуше, который уничтожил город Леон, сдалив его потоками крови, министр Наполеона Толеран, много раз предавший революцию Наполеона, кто устраивал балы в честь пришедшего короля. Да нет, не монархисты, они были в стороне. Императрица Жозефина, первая жена Наполеона, славила пришедшего монарха и маршал Сульт, наполеоновский маршал, восторженно восклицал при каждом рассказе о Людовике XVIII, это достойная история. Он носил мягкие туфли перед сном, это достойная история, кричал маршал Сульт, ел три яйца перед завтраком, это необычно, это достойная история, кричал маршал Сульт, и маршал Сульт будет первым, кто продолжит человеческую комедию, когда вернется Наполеон, маршал Сульт первым изменит этому королевскому режиму, и побежит престарелый Людовик XVIII, а с ним и Шатебриан из Парижа. В это время уже не было охотников до министерских постов в городе Генти, где обосновался этот жалкий двор, и поэтому исполнять должность министра внутренних дел пришлось этому верному рыцарю монархии Шатебриану, правда, краткий период, пока они не вернутся. И Шатебриан описывает это странное и страшное ощущение, потому что все ждали решающего сражения. Наполеон был близок к городу Генту, и все боялись, что скоро он придет. И он рассказывает, как он, чтобы успокоить нервы, Шатебриан, естественно, с томиком Цезаря, вышел на Гентскую дорогу. Небо было чистое, но была гроза. Он отчетливо слышал эти удары грома. И опять он посмотрел наверх, увидел, что небо чистое, совсем чистое. И тогда он понял, что это не гроза, что где-то рядом идет какое-то великое сражение. Это была битва при Ватерлоу. И он подумал, что сейчас решается, в общем-то, его судьба. И если победят союзники, то он, министр, вернется с Людовиком 18-м триумфально в Париж. Но это будет конец славы Франции. и это будет ее оккупация. А если победит Наполеон, то это конец его карьере, конец мечтам, и навсегда он станет этим бездомным изгнанником. Вы догадываетесь, что захотел этот человек. Он захотел, что победил Наполеон, потому что он хотел славы Франции. Такие это были люди. Ну а потом они вернулись в Париж и был такой всплеск любви к монархии. Ну оказалось, монархию просто любили все. Даже палач Сансон в своих вот этих мемуарах, которые ему приписывались. О чем писал этот человек, который гильотинировал Марию Антуанетту, короля всех великих аристократов? О чем он писал? Оказывается, он был в душе монархистом. Но это было просто коллективное согшение партбилетов в девятнадцатом веке. Все были монархисты во Франции. Только был вопрос, а кто? Кто вот это все устраивал? Кто был в этих жутких толпах, которые громили аббатство и дворцы? Кто тысячами собирался на этих площадях, когда отрубали головы и радостно кричал, приветствуя каждое убийство? Кто это был? Кто сделал эту революцию? Тогда ответа не было уже. Но потом коведия человеческая продолжалась. Постепенно они устали от любви к монархии. И когда Шотебриан получил бумагу, это была вот та самая бумага, которую у нас многие получали в 54 году, это было постановление революционного трибунала о казни, о казни 14 человек, среди которых было много родственников Шотебриана, его брат несчастный, жена брата, мать жены брата, и этот отец жены брата, этот Мальзерб, знаменитый министр, либеральнейший министр Людовика 16-го, и с ним еще старуха, герцогиня Грамон, старуха Рашишуар, в пять часов на площади революции их обезглавил удачно вот этот монархист Сансон, некому было уже скорбеть Шотебриану, всем надоели эти рассказы об этих ужасах революции, все вот так ими наелись в то время, они уже отдохнули от прошлых ужасов, одни отдохнули, а другие не помнили их, и господин Шотебриан вдруг понял, что он начал слышать те же самые речи, которые он слышал незадолго до революции, это были вновь речи людей, отринувших Бога, и тогда все чаще ему начало мерещиться вот это зеркало, мистическое зеркало, ему начало казаться, что все его прошлое это всего лишь будущее, вот для этих грядущих людей, и тогда все чаще он видел во сне эту зловещую руку, которую видят моряки среди волн, когда случается кораблекрушение, и ощущение будущей великой крови уже не покидало его, но он успокаивал себя, говоря, грядущие сцены, меня уже не коснуться, у них будут другие художники, так что ваша очередь, господа. vacу до 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 Субтитры создавал DimaTorzok